Всем привет! Сегодня у нас персонаж, о котором давно просили снять видео. В последнее время мне приходит очень много сообщений в директ инстаграма и в комментариях на ютубе про Елену Блиновскую и ее знаменитый марафон желаний. Если честно, я знаю много инфобизнесменов, о многих снимала видео, но Блиновская, как мне кажется, заслуживает титул одного из самых известных коучей России. Ну действительно, во-первых, на ее основной инстаграм подписано 2 миллиона человек, а на инстаграм с марафоном больше миллиона. Да, она регулярно участвует в гивах для того, чтобы набирать аудиторию, но и в интернете столько отзывов о ее марафонах, что бизнес-молодость и лайк-центр рядом не стоят. Я уже даже не удивляюсь таким фотографиям. Похоже, что в инфо-цыганской сфере все друг с другом переплетены. Елена не только известный коуч, но и обладательница трех титулов Миссис Россия 2016 и титула Миссис Ярославль 2016. Место королевы красоты в нашей студии временно переходит от Марины Бессоновой, человеку в короне, человеку неземной красоты и у которой есть вот такая красная лента Миссис Россия Интернешнл 2016. Вообще, многие даже считают ее одной из самых красивых замужних женщин. Но это все мелочи. Прославилась она благодаря марафону желаний. О нем слышала, наверное, каждая пятая девушка российского инстаграма. Суть этого марафона заключается в том, что у всех, кто его проходит, исполняются желания. Да, она создательница вот такого чуда. Кто-то вылечивается от болезней, кто-то получает машину, кто-то улетает на желанный отдых. И часто девушки, которые долгое время не могли забеременеть, пройдя марафон беременею. В общем, получается, что Блиновская это фея, которая исполняет желания. На данный момент в ее арсенале 4 марафона, которые прошли десятки, а то и сотни тысяч людей. Как заверяет Елена, пройдя ее марафон, желание исполнится 100%. Ну что ж, предлагаю поближе познакомиться с этим чудесным марафоном и разобраться, действительно ли он исполняет желания или это очередной развод. Но для начала хочу спросить. Помните, я советовала вам в YouTube канал миллионы, автор которого по качеству замахнулся на уровень трансформатора? Мой первый совет. Не бойтесь кредитов. Кредиты это круто. Ссылка в описании. Так вот, смотрите, что я нашла. Ребят, я смог разработать бот, с помощью которого вы можете зарабатывать по 200 долларов в день. Единственное, что вам нужно сделать, это купить у меня подписку. Для более детальной информации пишите мне в директ. Единственное, что я хотел бы сказать, что с помощью этого бота я смог осуществить свою мечту и купить новенький Порше. То же самое можете сделать и вы. Как вы уже поняли, Алико оказался инфо-цыганом, а его канал это коммерческий проект для продажи платных подписок. Но... Ладно, ладно, я шучу, это была проверка на инфо-цыгана. Если вы от кого-то услышали такое предложение, то точно знаете, что это человек не бизнесмен. Вы должны понимать, что нет волшебных таблеток, которые помогут вам заработать или на ставках, или на подписках. Вы должны рассчитывать только на себя и думать только своей головой. А если вы от кого-то услышали такое предложение, то смело шлите этого человека на... Я уже подумала, что что-то не то вам насоветовало. Но нет. Алико развивает крутой канал о настоящем предпринимательстве и собирается доказать Портнягину, что популярный ютуб-канал такой тематики можно построить без вранья. Классная инициатива. Давайте поддержим автора в этом нелегком деле. Переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и в комментариях передавайте привет от ютубной. Основной марафон Блиновской это марафон желаний. Участие в нем стоит 4000 рублей и длится он 4 недели. Проходит он либо в телеграме, либо в ватсапе. Создаются группы по 100-200 человек и каждые 2-4 дня помощники Елены отправляют туда заранее записанные аудио сообщения, длительностью примерно по 10-20 минут. Сначала идут разговорчики для поднятия настроения, потом мотивация и после этого сами задания. Для того, чтобы желания исполнялись, необходимым условием является выполнение всех заданий. А если же задание не будет выполнено, то вас удаляют из марафона. Там с этим строго. Сама Астрид Линдгрен на марафоне не присутствует и обратной связи никакой нет. А если вдруг вы захотите задать какой-либо вопрос, то вам ответят, что в рамках вашего пакета личное общение не предусмотрено. Если хотите, чтобы Блиновская лично отвечала на сообщение, то придется купить вип-пакет стоимостью 30 тысяч рублей. Задания там примерно такие. Первое, что мы с вами делаем, это под каждым желанием прописываем свои страхи. То есть постарайтесь прямо насильно, а может иногда даже искусственно, потому что тут мало не бывает, хотя бы по три страха на каждое желание. И, например, вам надо вставать с дивана и заправлять бензином там ламборджини. Или вы хотите постройнеть, но боитесь справиться с тем потоком мужчин или женщин, если вы мужчина, который на вас обрушится, начнете гулять, разрушите семью. Или, допустим, доход, который вы загадали, будет отнимать у вас очень много времени и очень много сил, и вы боитесь этого. В следующем задании дам несколько потрясающих техник, как с этими страхами справляться и навсегда их убирать из своей жизни. И в конце, после того, как вы напишите свои страхи, обязательно напишите как итог фразу «Это всего лишь мои страхи». Этой фразой вы обнуляете все написанное, и пока этого вполне достаточно. И это как если вы привыкли плевать через плечо на плохую мысль, да, тут вы пишите вот эту, скажем так, защитную фразу. Что за страхи такие? Бояться того, что вы будете слишком красивы, и на вас будут набрасываться мужчины? То есть, надо придумать какие-то странные проблемы и пытаться их решать. Такими заданиями она пытается создать иллюзию того, что прикладываются усилия к достижению целей. То есть, не сидите на месте, а действуйте. По факту, там весь марафон состоит на 20 процентов из выжимок из известных книг и курсов, а остальные 80 – это истории о том, какая она успешная и как Вселенная помогает ей исполнять желание. Если коротко, то суть марафона заключается в том, что нужно расслабиться и ждать, пока Вселенная исполнит ваши мечты. Мне безумно нравится пример из книги «Сила подсознания» Диспенза. И он говорит, расслабься и доверься Вселенной, она сделает все за тебя. То есть, сначала выполнить задание Елены, а потом просто расслабиться и ждать, пока Вселенная все сделает за вас. А для того, чтобы послать Вселенной сигнал, что вы выполнили все задания марафона, необходимо отпустить в небо шарики. Так Вселенная поймет, что можно начинать исполнять ваши мечты. Если почитать отзывы, то действительно складывается ощущение, что Блиновская волшебница. «Лена, ну как ты это делаешь? Восемь лет я не могла забеременеть. В апреле прошла первый марафон, сейчас закончила второй. Сделала тест, и я беременна». Ну то есть, на марафонах происходит какая-то магия, и таких отзывов тысячи. Но также очень много отзывов о том, что это вообще ничего не работает, а на марафоне сплошная вода. Кто-то считает ее настоящей волшебницей, а кто-то водогоном. А если у вас желание не исполняется, то вы просто не готовы к этому, либо загадали слишком сложное желание. «Я считаю, что люди, которым марафон не откликнулся, они просто еще не готовы. Ну совсем. Просто на совершенно другом уровне находятся. И было бы намного круче, если бы все наше общество было на том классном уровне, где все по волшебству сбывается». В общем, я думаю, вы понимаете, как работает ее марафон. «Как вообще это работает? Лена сама проходила обучение у огромного количества мировых известных коучей, и она об этом будет рассказывать в марафоне. То есть, доверие к ней возникает практически сразу». То есть, если она проходила тренинги Тони Робинсона и других коучей, то ей можно доверять? По такой логике, если я пройду курсы Робинсона, то ко мне появится доверие. «Ну как можно нести такую чушь?» «Если вам хочется научиться мечтать по-крупному, то это тоже определенно к Лене. Ну правда, есть вероятность, что вы замахнетесь на какие-то пафосные, даже можно сказать, мечты, и они окажутся на самом деле не вашими искренними, и за счет этого могут не сбыться». «Ну то есть, если желание не сбылось, значит мечта была слишком пафосная. Загадывайте попроще чего-нибудь». «А если у таких людей рано или поздно сбывается мечта, они говорят, что это все благодаря Елене. Если бы не она, ничего бы не сбылось». «Видеообращение к моей любовнице Леночке Блиновской. Ты знаешь, что этот человек загадал на марафоне? Расскажи». «Я загадала этим летом, когда второй раз проходила марафон от Лены Блиновской, собрать Риту Дакоту. И я не знаю, с каждой сегодня просто трясутся руки, и я собираю Риту». «Представляешь, Лена? Работает Ленок, работает моя любимая любовница. Тавтология, простите, пожалуйста». «Вот такие у людей мечты. Я как бы против ничего не имею, у всех разные цели и желания, но, как по мне, это немного странно». «При подготовке к этому видео я пересмотрела абсолютно все интервью с Блиновской, и у меня сложилось четкое мнение, что Елена та еще сказочница. Она говорит о том, что существуют даже целые компании, у которых при устройстве на работу обязательным пунктом является прохождение ее марафона». «Ко мне иногда приходят очень успешные люди, которые сами летают на частных самолетах, очень крутые. И они проходят и говорят, все, я не могу общаться ни с кем из своего окружения. Они начинают просто вот всех от домработницы и водителей, заканчивая своими предприятиями. То есть у меня реально есть организации, в которых марафон обязательное условие прохождения, прежде чем заступить на работу». «Да что ты, черт побери, такое несешь?» Вообще, Елена говорит, что сама Вселенная благословляет ее на проведение таких марафонов. Мол, для того, чтобы люди ей верили, Вселенная на протяжении всей жизни исполняет все ее желания. Якобы для того, чтобы люди на ее примере видели, что это работает. К примеру, в 23 года ей предложили стать исполняющим директором в одной из самых топовых рекламных компаний России. «Я пришла в крупное рекламное агентство, оно входит сейчас, по-моему, в десятку крупнейших рекламных агентств в стране. Я пришла туда девочкой-секретарем. Я же пришла, там, все делаю на пятерочку, как я люблю и как я умею, по-другому не могу. И где-то года через четыре меня вызывает директор в свой кабинет и говорит, «Я впервые созрел на то, чтобы кому-то доверить управление своей компанией». И я такая сижу, 23 года, и он говорит, «Это ты». Я все-таки в конце концов говорю «нет». По образованию она экономист. Однако на одном из интервью она сказала, что у нее и психологическое образование имеется. То есть ты помогаешь людям сформулировать, обозначить и исполнить свои желания. У тебя есть образование психолога? Да. То есть ты целенаправленно училась именно понимать человеческие культуры? Слушай, на самом деле образование психолога далеко не первично в этой во всей истории. Правда, потом она заявляет, что она еще учится, причем аж в четырех вузах одновременно. Плюс успевает посещать тренинги. Только сейчас я параллельно учусь в четырех университетах. Вау. Да, и это процесс, который не остановить. Ну, конкретно сейчас это все-таки направление действительно психологии и психотерапии. Это повышение квалификации в некоторых направлениях, изучение новых модальностей. Все это мне нужно. И параллельно я еще изучаю какие-то вещи, которые не относятся к таким академическим знаниям. И это тоже все присутствует в моей жизни. Поэтому спросить меня, да, психолог я или нет, для меня это, ну, так немножко узковато. Так лично съехала с вопроса, рассказав лишь про психологическое направление. Привет. А ты? Уже живешь жизнью своей мечты? Если нет, поверь, я точно знаю секрет. Дорога в тысячу миль всегда начинается с первого шага. И он же здесь самый легкий и простой. Слайд. Я не исполняю мечты. Я исполню только свои мечты. Блиновская любительница выставляет свою богатую жизнь на показ. Плюс постоянно рассказывает о том, что ее окружают очень известные люди, вроде Бородиной или Дакоты. А вообще, она звезда. Меня как во дворе называли звездой, так меня и по сей день называют звездой. Люди смотрят на ее богатую жизнь, и в них складывается впечатление, что пройдя марафон, они смогут жить так же. Ведь она уверяет, что все мечты сбудутся. Помимо марафона по исполнению желаний, есть еще финансовый марафон. Там так вообще, кроме воды, ничего нет. Информация рассчитана на совершенно безграмотных людей. И сводится к тому, что не надо брать кредиты, не надо давать взаймы, ввести дневник доходов и расходов, копить деньги. В общем, полный примитив. Ставит такой марафон 5000 рублей. Также, для тех, кто прошел первый марафон по исполнению желаний, Блиновская организовала продолжение. Этот марафон стоит уже 6000, но к нему нужно быть готовым, поэтому обязательное условие пройти первый курс. Этот марафон выводит нас совершенно на другой уровень. Как верно говорила Лена, что к нему нужно быть готовым. Крутейшие медитации, такие глубокие задания. И последний ее марафон называется предназначением. Стоит 7000 рублей, он самый дорогой. Но там уже происходят какие-то немыслимые вещи. Результаты, которые показывали участники там, показывают, они до сих пор мне шлют, что все, это я, я нашел себя, я монетизировался, я занимаюсь любимым делом. Наконец-то! То есть там во время марафона люди валялись с работы, творили такие штуки, что я прям хваталась за голову и думала, мама, что происходит? Но в конечном итоге это был у всех просто такой прорыв. Я, честно, горжусь этим продуктом безумно. Я думаю, больше объяснять ничего не надо. Все должно быть предельно понятно. В общем, если резюмировать, в марафоне собрана западная практика, которую Елена сжала и перевела на русский язык. И теперь качает деньги из наимных девушек. В основном из маленьких городов, сел и деревень. Которые, как правило, ничего не добились в своей жизни и рассчитывают лишь на то, что пройдя какой-то марафон, их желания начнут исполняться. Но ничего не начнет меняться, пока вы не начнете прикладывать для этого хоть какие-то усилия. А Блиновская на своем марафоне говорит о том, что нужно надеяться на вселенную, мечтать и ждать, пока она вам поможет. Послушайте, что говорят люди. Лена, здравствуйте. Моей благодарности нет предела. Все четыре марафона на одном дыхании. Желания сбываются одно за другим. А вчера сбылось одно из моих главных желаний. Даже раньше, чем загадывала. Сама не поняла, как это произошло, но у меня новая машина. И она уверена, что машина появилась у нее именно благодаря Елене. Ну бред же! Ну бред! Ну, видите, кому-то все же эти марафоны идут на пользу. Безусловно, у Блиновской определенно талант. Не каждый сможет придумать схему, чтобы люди в нее так верили. У нас большинство населения не хотят ничего делать. Они хотят мечтать, что когда-то жизнь наладится сама по себе. Но надо понять одну истину. Никакие задания из марафона не помогут исполнить ваше желание, если вы не начнете прикладывать к этому усилия. Не надо надеяться, что заплатив 4 тысячи рублей Блиновской, все ваши проблемы начнут решаться. Когда я изучала ее марафон желаний, я мечтала, что у меня будет 100 тысяч подписчиков. Если я их наберу, то это определенно заслуга ее курса. И тогда мне придется снять опровержение этого видео. Что ж, на этом все. Не забывайте оставлять свое мнение насчет этих марафонов в комментариях, а также ставить лайки и, конечно же, подписываться на канал. И, кстати, у меня только 12% подписчиков ударили в колокол. Давайте попробуем поднять этот процент. Всем пока!